Здравствуйте, уважаемые десногорцы! В ближайшие 10 минут о главных событиях понедельника и прошедших выходных с вами Любовь Мишакова смотрите в информационном выпуске. Нарушение правил торговли угроза жизни, борьба с мусорными свалками возле домов, сводка за минувшую неделю из отдела полиции. Многие проблемы решаются только сообща. А теперь об этих и других событиях подробнее. Директором акционерного общества «Смоленск Атомэнергосбыт» гарантирующего поставщика электроэнергии в нашем регионе назначен Александр Медведев. Ранее он занимал пост первого заместителя губернатора Смоленской области и курировал вопросы энергетики, ЖКХ, тарифной политики, экологии, строительного и технического надзора. Сталкиваясь с нарушениями правил торговли, мы нередко проходим мимо, а между тем неправильное хранение продуктов питания может привести не только к отравлению, но и к более серьезным заболеваниям. О том, на что нужно в первую очередь обращать внимание при покупке яиц, в нашем следующем сюжете. В редакцию от жительницы нашего города поступили вот такие материалы с просьбой получить комментарии специалиста. Инспектор по торговле в администрации Андрей Федько нам объяснил. Существуют правила продажи яиц, которые должны соблюдать все производители и продавцы яиц без исключения. Каждое яйцо должно быть промаркировано. На нем должен читаться производитель и сорт. В свободном доступе для покупателя должна быть информация о производителе, о дате производства, сроке хранения и сорте яиц. Это может быть упаковка или информационный листок. Существует немало инстанций, которые должны контролировать продажу продуктов. Безусловно, для администрации я, как экономист и инспектор по торговле, важно следить. Отделение распотребнадзора, естественно, Росстата, наша ветеринарная служба также обладает правами. Нарушение в цели торговли яйцами и другими пищевыми продуктами влекут нарушение либо административных мер наказания, как вынесение предписания, либо более жесткие меры, штраф в размере от 500 рублей и выше. Если вам не удалось получить у продавца необходимую информацию, от покупки лучше отказаться. В рамках проведения карантинного фитосанитарного контроля в начале ноября Роспотребнадзор по Смоленской области запретил к ввозу 25 тонн различной растительной продукции. При перевозке 2,5 тонн фуражного зерна и тысячи саженцев плодовых культур не было обнаружено фитосанитарных сертификатов. 20 тонн яблок имели несоответствие номера транспортного средства с тем, который был указан в сертификате. 3,5 тонны белокочанной капусты перевозились в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата с истёкшим сроком годности. И ещё одна информация из областного Роспотребнадзора. В осенний период население проводит работы по уборке территорий. При этом регистрируются случаи поджога мусора, сухих листьев и травы. При горении мусора происходит интенсивное загрязнение атмосферы, а в безветренную погоду создаются высокие приземные концентрации высокотоксичных веществ. Это способствует обострению хронических болезней, заболеваний верхних дыхательных путей, ухудшению самочувствия, повышению риска онкологических заболеваний. В соответствии с санитарным законодательством, в период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Собранные листья следует отвозить на специально отведённые участки либо на поля компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки в скверах и парках запрещается. Управление по Смоленской области призывает население не допускать сжигания отходов, мусора, сухих листьев и травы. Как бороться с теми, кто выбрасывает мусор из окон, квартир и балконов? С подобной ситуацией мы столкнулись в третьем микрорайоне возле трёх общежитий 4, 10 и 14. Каждый день прохожие наблюдают возле этих домов настоящую свалку. Пакеты с мусором, отходы и прочее – всё это сбрасывается здесь прямо с балконов и окон. Ежедневно по утрам с этим бедствием ведут борьбу дворники. «После выходных здесь мешка два только вот отсюда, не считая, что вокруг общежития я прошла. Всё с балконов кидают, выставляют на крыльцо весь мусор. Это бесполезно. Ходит и наше начальство, и комендант разговаривает. До жильцов не достучаться». Такая ситуация с мусором не только возле общежитий третьего микрорайона. Встретить такие свалки можно возле каждого второго дома в Десногорске. Мы не хотим сказать, что все, кто живёт в этих домах, выбрасывают мусор из окон. И полагаем, что многим это тоже не нравится. Иногда даже знают и догадываются, кто это делает. Вот только не знают, какие меры нужно предпринять. «Выброс мусора с окон, с балконов, либо оставление мусора на лестничных площадках попадает под статью 17.4 областного закона об административных правонарушениях. В этой статье предусматривается штраф на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. На должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. И на юридических лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей». Поэтому, жители города, если у вас под окном кто-то устраивает свалку, и вы предполагаете, кто это делает из ваших соседей, сфотографируйте и оформите жалобу в администрации. Вам обязательно помогут. Блок криминальных новостей. 9 ноября на Смоленщине стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», главная цель которого – снизить число дорожно-транспортных происшествий и предотвратить тяжелые последствия аварий, повысить эффективность профилактической работы среди пешеходов, предупредить детский травматизм и призвать водителей соблюдать правила проезда через пешеходные переходы. Напоминаем, пешеходу за нарушение правил дорожного движения грозит штраф в размере 500 рублей, а вот водителю, не уступившему дорогу пешеходу, предстоит заплатить полторы тысячи рублей. В связи с ухудшением погодных и дорожных условий водители должны быть предельно внимательны за рулем. Утренний туман и морось напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенного внимания водителя. Нельзя забывать о безопасности и пешеходам. В тумане, так же как и темное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход должен обозначить себя световозвращающими элементами, иначе водители вас просто не увидят. Дорогие десногорцы, берегите свои жизни и жизни других людей. А сейчас капитан полиции Романова расскажет о криминальной ситуации в Десногорске на прошлой неделе. За прошедшую неделю в дежурную часть отдела Министерства внутренних дел России по городу Десногорску поступило 111 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них три сообщения о преступлениях. Зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 126 административных правонарушений, в том числе о нарушении правил дорожного движения 78, привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 14 пешеходов. Также к административной ответственности привлечены четыре человека за нарушение правил хранения и перерегистрации оружия. Смоленская АЭС включена во Всероссийский реестр Книга почета. Представление поступило от администрации Десногорска. В Книге почета только наиболее достойные предприятия и организации, которые своей работой способствуют социально-экономическому развитию территории и повышению эффективности своей отрасли. Реестр ставит своей основной задачей выделить и отметить тех, кто работает на благо страны, на формирование успешной, сильной и процветающей России. Всероссийский реестр размещен на сайте, адрес которого вы видите на своих экранах. В медсанчасти 135 создана и работает новая общественная структура. Теперь, если у вас есть вопросы к медикам, то можно обратиться к представителю своей общественной организации, а он, в свою очередь, получит разъяснение от начальника медсанчасти. Поскольку общественность города у нас представлена широко, все будут хорошо информированы. Одним из важных показателей деятельности медсанчасти является работа с общественными организациями. Руководством ФМБА России, к которому относится и наша 135-я, рекомендовано на местах теснее работать с жителями. Этим и вызвана уже вторая встреча с представителями общественных организаций города. Доносить с первых уст информацию о нашей деятельности в медсанчасти 135, о тех намерениях, о тех проблемах, которые у нас есть. И вообще, в общем-то, ту объективную информацию, которую сегодня мы располагаем. В свою очередь, хотим услышать замечания от этих общественных организаций, на что нужно обратить внимание, как нужно поступить в тех или иных случаях. Во время встречи состоялся заинтересованный разговор. Обсудили трудности в работе медсанчасти, в том числе и с кадрами. О доступности оказания медицинской помощи, об обеспечении лекарственными средствами. Да, проблемы есть, и решать их придется сообща. А мы, пользуясь случаем, заглянули в неврологическое отделение, которое теперь располагается на втором этаже стационара, чтобы узнать мнение больных о качестве лечения. Неплохо, а хорошо лечит. Что нравится? Как питание? Питание нормальное. Условия? Условия, то кем более. Ну что хорошо, что плохо? Ну что плохо. Плохо, что скучно. Один в палате нахожусь иногда, вот и скучно. Очень надеемся, что откровенный диалог всех заинтересованных даст свои положительные результаты. Отношения выстроятся. Участники подобных встреч научатся слышать друг друга. Что в конечном итоге будет на пользу всем десногорцам и в первую очередь пациентам медсанчасти. И тогда им не придется жаловаться даже на грусть. Напоминаем горожанам, что до 11 ноября в Десногорске проходит акция «Я – доброволец». Сотрудники молодежного центра собирают одежду, обувь, детские книги и игрушки. Все вещи будут адресно направлены в помощь малоимущим, многодетным семьям и детям-сиротам. 9 и 10 ноября организованы передвижные пункты приема по микрорайонам города. Дорогие земляки, поможем ближним вместе. Справки по телефону 313-55-325-04. И в заключении о спорте. С 11 по 14 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна пройдет 13-й межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного энергетика Российской Федерации Сергея Крылова. Приглашаем любителей спорта на боксерские поединки. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok